Так, он сам захотел ЗТХ, к тому же, да, привет господь. Привет. Здарова, братишки. Хотели мы с тобой поговорить на немножко другие темы, но сейчас тема актуальна, я думаю, сам понимаешь какая, и так как ты был гуще этих событий, несколько вопросов по ДВП, и как-то считаешь, не было ли это растянуто, и было ли это плохое отношение к зрителям, и те особенно, которые скидывали деньги, вот как ты относишься к этой ситуации? Ну, во-первых, сразу скажу, что это все не было растянуто. Почему? Потому что туда пригласили людей, много людей, которые пытались делать шоу, не знаю, получилось у них, не получилось. Это уже не важно. Но четыре четыреста человек, это точно шоу. Ну, то есть чуваки не жрали никакой корм, я не знаю, не бухали ягу на стриме и так далее. Они пытались собрать аудиторию каким-то юмором, какими-то приколами, может быть, оскорблениями иногда. Но это как бы уровень другой. Ну, и поэтому я считаю, что, в принципе, ДВП заслужил то, что ему накидали. Как отношусь я к национальности ДВП, если вы начнете сейчас спрашивать, а такие вопросы пойдут в чате, это уже другой вопрос. Я действительно не люблю хохлов, потому что они с камеры. То есть, ну, это контингент хохлов в ЛНХ, он такой. Ну, блять, ну так вышло. И они все пидорасы. Но ДВП как-то, как парень, который зарабатывает бабки, ну, он, ну, сильный пацан. Я до этого момента думал, что он лох ебаный, но вот в этом смысле он сильный. То есть он собирает аудиторию, и это действительно правда. То есть тут, ну, вопросов никаких нет. Но все-таки ты раз начал сам эту тему, так какое у тебя отношение к ДВП больше? Как хохлу или как нормальному человеку? Блин, я не так выразился. Если я делаю с ДВП бизнес, то только как он к нормальному человеку. Если меня спросят за его нацию, то он хохол-пидор. То есть вот так. Так, хорошо. А ты делаешь бизнес с ДВП? Нет, я не делаю с ним бизнес. Он попросил меня прийти к нему, я как человек, которому это интересно пришел. Я задаю этот вопрос. Вывод, если ты с ним бизнес не делаешь. Нет, я говорю, опять же, за комьюнити хохлов, оно мне не нравится, как игровое. Но вот как человек, как человек, который успешно делает деньги, успешно стримит, я его уважаю очень сильно. то есть вот в чем разница. То есть чары я бы ему не доверил. Перебью вас, у нас минус два, надо найти замены. Кто у нас уходит? Маги. Маги. Маги и шелка. Ну, один маг у нас, вот топ-1 сейчас придет на замену мага как раз. Ну, все отлично. Так, ищите второго. Еще раз, ребята, чтобы вы правильно поняли, я не оскорбляю ДВП. ДВП хороший человек и нормальный пацан. Я говорю про национальность. Ну, как это... В ВВ2 комьюнити. Немножко, ну, по национальности у нас два, украинец. Да, давай, задавай. Да, без национальности. Это, Гаспар, а у тебя вот разная музыка играет, пропался и такая другая. Как это связано вообще? С национальностью? Нет. Да нет, нет, просто, ну как, ты слушаешь музыку там, вот, ну, одна, там, 12-25, два нуля и вот такие вот. Ну, так тебе скажу, что я просто люблю ретро-музыку. Ретро-музыку, классику 90-х, 80-х. И я считаю, что чисто, ну, как говорят, что когда раньше делали что-то, делали качественно. Там Сталин расстреливал долбоебов, если они мелодию не в два раза хуёво написали. Сейчас же там тут все какую-нибудь муть ёпта сделают, это пиздец. То есть, раньше была качественная музыка. Хоть там и говорят, все попса там, фу, но это не так. Это действительно расслабляющая качественная музыка, которую приятно слушать, как минимум. А, а про фаусы вот эта вот музыка, это вот почему? Big Russian Boss? А я не, я не знаю, что это такое, я у тебя на канале... Ну, это русский рэпер, это поэт, это топ, мой парень. Ну, это так уже по тренде. А, ну, все, все помню. У меня сразу вопрос возник, кого бы, ну, топ-3 твой, не украинский, исполнитель, прям на расстрел бы пустил сразу. Все вот сейчас. Из музыки? Да, 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 из музыки, конечно. У меня сложный вопрос. Не украинцы. Сложный вопрос. Ну, на самом деле, новых, новую эстраду там. Всяких, Фриске, Жанна там. Вот такие. Даже Пугачёву бы в живых оставил. У неё, забери меня с собой, классная песня. Такое. Здесь вопрос актуальный, а ты сам русский? Нет. Ага. А, как кто-то по национальности? Я с Дербента. Ну, полурусский дагестанец, скажем так. Он просто наш парень. Что-что? Ну, просто он наш парень. А, дагестанец, наверное. Ну, вот, ты говоришь, что ДВП бы Чара бы не доверил. А много ли людей, которым ты вообще бы Чара бы доверил? Ну, своей консте я доверил бы. Собственные доверяю. Ну, это с теми, с кем ты играешь. А, допустим, там, какого-нибудь Дэфо. Ну, брать вот из этих личностей, там, ДВП, Дэфо, ДВП, этого не доверил бы, а Дэфо. Да, доча, можно быть. Да ладно, ну, Вайт, ну, это же была шутка. То есть, доверил бы я ему Чара. И всем людям с репутацией я бы доверил, как минимум, суммы до 500 тысяч. То есть... Ну, неплохие суммы, на самом деле, ты готов доверивать. Доверие такое совсем неплохое. Ну, потому что мне показалось, что эти люди зарабатывают и больше. Ладно, что расскажешь по твоим стримам, как успехи? Я так понимаю, ты сейчас будешь восстанавливать свою деятельность на Твиче? Ну, ты знаешь, я не серьезный стример. Опять же, вообще не серьезный. То есть, я могу сегодня стримить, а завтра, опять же, стримить, но у меня будет целый день, 5 минут стрим, 5 минут черный экран. Мне может Озони ворваться на канал, сказать, что я чумом, выруби стрим. И то есть, это вообще никак. Ну, не серьезно, понимаешь. То есть, так вот бывало уже? Не серьезно, понимаешь. Сто раз. Ну, чумом он меня не называет, конечно, но говорит, выруби стрим, братан. То есть, ну, меня срывают постоянно. Я не могу адекватно, нормально стримить. Вот если мне платят деньги, там, за рекламу, то я стараюсь в день, там, 5-6 часов постримить. Но вот если бы не платили, скорее всего, я бы вообще не стримил. Ага. Вот как раз про рекламу. Получается, в следующий месяц ты будешь часто, часто, да, стримить? Мак. Да, да, мне заплатили, придется стримить. А насколько часто, каждый день или через день? Каждый день по несколько часов. Каждый день. Я думаю, твои фанаты сейчас были рады этой новости, каждый день увидеть стримы от любимого игрока. Вот. И у нас пошли тоже вопросы уже по твоей личности. Многих интересует, как много ли ты вообще терял оружие. Ну, насколько знаю, два ты против, как тебе пушки терял дорогих. Или больше. Ну, да, знаешь, на самом деле, вот сколько я терял шмота, это все неизмеримо, насколько меня со скамили хохлы. Просто в 5 раз больше. Как же. И просто потерять шмот, это божий дар. Это там, я не знаю, просто братишки врываются на стримы. Ну, это как пиар, я хз. А вот, когда скамят хохлы, это минус мораль. Жесткая. То есть, без шуток. Всей пати. Кто тебя уже скамил? Шесть раз у меня скамили СВСа. И то есть, это... Там-то поднимают. А мы не... И то есть, это не шутки. То есть, реально, чуваки заходили, снимали весь шмот с СВСа. И вообще, ну, обидно. А шесть раз на вы того же СВСа, или как это происходило? Да, с одного и того же. У меня мейн СВС ушёл, и у меня остался чар, и я сажал людей на СВСа. И вот шесть раз попадался хохол, плохой человек, и он снимал весь шмот. Хорошо, у тебя есть? Ах, это у нас здесь человек АПК, что-то. Ребят, что делаем, он пишет, его стали. Нигму не убейте, а-ля. Я хилю Нигму, он под ядом просто. И что мы делаем с этим магом? Ну, он типа далеко, нам надо пробираться через комнату. Да не надо. Ну, а как надо было бы встретить? Ну, может, пойти. Так, пошли, берём ещё один. Сейчас, я тоже хотел их задать, просто у нас небольшой экшен. Ну, давай, давай ты, потом я бы дам. Малышников убей. Вопрос пока что не отошли от темы хохлов. А если у тебя в КП украинцы? Нет, уже нету ни одного. И не будет. И я этим горжусь. И не будет. Нет, не знаю насчёт не будет, но на данный момент я горжусь, что их нет. Ну, странная позиция. Вроде категоричная, но вроде как, если тебе нужно, то ты готов с кахлом играть. А так у всех людей. Не замечал? Нет, я знаю, нет, я просто знаю некоторых людей с твёрдой позиции, которые там ни за что, ни за какие деньги вообще не будут. Это либо люди-миллионеры, либо пиздоболы. Ага. Так, здесь там обзом. Ладно, убьют, я думаю, его пофиг. Вопрос был в чате. Занимаешься ли ты борьбой? Занимался в детстве. А сейчас, типа, нет, да? Нет, какая борьба? 16 часов. Ну, понял. Да, я про линейку хотел просто немножко попозже поговорить у нас. Ты вообще как, спешишь, не спешишь, не спешишь? Нет, я никуда не спешу до 12 часов ночи, я могу сидеть. Отлично, я думаю, на времени хватит. Так я немножко потерялся. Вопросы задавали, сильно ли тебя давило те ситуации, когда ты там терял оружие, не хватило ли тебя забить на игру? Нет, чуваки, вот серьезно, вот еще раз, чтобы все понимали. Скам, скам, скам даже 100к давит сильнее, чем с тебя упала пушка. Серьезно, это вот просто мораль убивает. То, что там пушки упали, я тебе так скажу вообще, я настолько был убит. Не то, что я там спайса ебанул, а вот просто я очень уставший бежал там, качал этих мобов, бил, 20 часов сидел. И то, что она упала, я просто с облегчения вдохнул, ебан, я сейчас спать пойду. И все. То есть это вообще не потеря для пака. Тем более для пака, который играет 16 часов. Это просто, ну это ничто. Два ляма это просто ничто для пака, который играет 16 часов. Ну, да, возможно, так есть. И вопрос, донатил ли ты в классик хоть сколько-то и как ты вообще относишься к донатам? Именно бабки, вот реальные деньги, в адену я не переводил. Но вообще в проект ла-2 классик я донатил. Ну, то есть вообще в развивающиеся свои там темы, которые я пытаюсь мутить. Это связано все с линейкой. А наоборот, может быть? Выводил адену, бывало пару раз, но это не то, что я там, да, хотел деньги там туда-сюда вывести и что-то в реалах ввести, этого доширака купить. Нет. Просто нужно было мобилу оплатить по мелочам, чтобы не выходить просто так из дома в магазин в минус 10 там. Каспар, а родители, семья как относятся? Никто не знает, я не живу с рудаками. Никто не знает, что ты играешь. Вопрос тоже тогда очень актуально. 16 часов онлайна, но подразумевает то, что ты не можешь работать. Или у тебя работа какая-то дистанционная, которая не требует, не знаю, там, личного присутствия и еще некоторых моментов. А как ты справляешься с жизнью, чем зарабатываешь? Я понял, я банально чувак, который сидит на шее. И второе. У меня есть мысли зарабатывать в линейке, но они, опять же, не в себя эти деньги брать, а скорее, чтобы пати получала зарплату за игру. Вот моя мотивация. Сделать так, чтобы пачка получала деньги за игру в линейдж 2. То есть я, у меня все в порядке с деньгами. Только работаю ради пака и ради своего имени. То есть, которая, может быть, даже мне никогда в жизни не пригодится. Я просто не знаю, как это назвать. Для чего вообще эта игра. Угу. Такая цель в никуда. Спроси у него про травмат, спрашивай, у тебя есть ли у тебя травмат? Про ва что? Травмат. А, да, травмат есть, конечно. У каждого дага есть красные макосины, травматы, кепка в ФБР. Спрашивают, носят ли ты очки? Ну, в жизни. Про что спрашивают, прости? Очки носят. Носишь ли ты очки? Нет, я не ношу очки, потому что в России большую часть времени зима. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, а серьёзно, если типа для зрения, которые... А, нет, у меня очень охуенное зрение. Мой батя служил в морфлоте, и он стоял на... Короче, можно сказать, чтобы чуваки поняли очень хорошо, он стоял на стрёме. Будем это так называть. Наследственное хорошее зрение, то есть, получается? Да, генетика. Это здорово. Тоже спрашивают, а не хотел ли ты бы поменять интересы, там, линейка на автомобиле, например? У меня был один интерес, после которого меня ненавидят родаки. Это ставки. А на что ставил, расскажи. Букмекерская контора. А, то есть на спорт. У меня все родаки работают там. И получилось так, что я тоже работал и ставил бабки своей конторы в другой конторе. И проигрывал. Вайт, куда ты бежишь? Можешь объяснить? Я за органом бегаю. Зачем? Не знаю. Мы все за ним бегаем. А как обратно? Такое. Я просто не понимаю, пока что мы делаем, когда я общаюсь с ним, а бывает такое. Ну, вот я тебе говорю. Я говорил, надо было за тупом играть. Ну, а что? Так, я знаю, ты сейчас... Отстались под ногу. Да, ты сейчас у нас 45-й уровень, да? 46-й. 46-й уже. Стоп, подожди. Практически, там 3% не хватает. А, да, и я просто офигел. Я сейчас такой на 46-й, который у меня, и смотрю, там гладиатор написан. Немножко удивился. Вот, Дестер, 46-й уровень. Это же, на самом деле, довольно серьезное достижение. Вот, наверное, начнем с самого начала, с предыстории, когда говорили, что Дестер, да и вообще орки в целом. Дестер и Тирант — это довольно слабые классы, которые играть точно уж не стоит. Не жалеешь ли ты, что сделал такой выбор? Твои прогнозы, которые ты делал еще до старта классика, они оправдались? Что расскажешь сейчас про свой класс? Ну, мои прогнозы про то, что надо терпеть, оправдались. То есть, и Дестер, прежде всего, это, я тебе вот так скажу, это буст не в сегодняшний день, и даже не в завтра. Это, блядь, должно пройти хуй вот тучу времени. Может быть год, может быть полтора. Когда появится Олимп, мой Дестер будет самый высокий левел Дестера на сервере. Самый забущенный Дестер на сервере. Я хуй... Популярность будет дикая. И я выйду на Олимп и запущу стрим. И буду ломать ебальники, хохлам. На этом самом Олимпе. И вот тогда начнется моя эра. Эра Гаспаро. Ну да, я готов подождать, потому что умный человек всегда во что-то инвестирует. Ну, я так понимаю, это, кстати, насчет твоей известности и популярности. Ты ее получил в основном уже после подкаста с фо-геймом. Или ты до этого уже был знаменит в фо-геймах? Ребята, лучник видят меня. Я думаю, что если бы я не был знаменит, меня бы... Так, у нас уже заняли тут место наше. Просто на подкаст не согласили бы. Просто я был знаменит не в тех кругах. Я был знаменит в кругах фришников. Заходим, окончаемся. Не фейлер на фришках. Я доигрываю всегда до конца. Есть много людей, которые на фришках играют две недели. Продаются и уходят. Я же всегда играл до конца. И всегда за дестера. Да, всегда. Ну, это на самом деле похвально, потому что многие прогнозировали то, что ты сойдешься очень-очень и очень быстро. То, что фришники у нас на Офе не проживут. Особенно в реалиях классика, где реальность все очень жесткая. Вот. И... Ну, это очень похвально на самом деле. Я уже не раз про тебя говорил на стриме. И... Ну, блин, если ты будешь и дальше развиваться в таком ключе, это будет очень здорово. Вот. Также спрашивают у тебя немножко про АМов. Как ты относишься к АМам? Ну, и остальные вопросы я немножко попозже тогда задам. Давай, начали на этот вопрос. АМам... АМам осталось недолго. Это было прогнозируемо. Это было потому, что... Инстинкт бизнесмен. Это было потому, что... Камеди это топовый арчер пак на сервере. Это потому, что... В РО самые стабильные паки. Ехазы. Можно даже сказать, наверное, в мире. А где еще есть паки сейчас топовые? На каких серверах? И почему они не на Гранд Кайне? То есть... АМ это сброд пацанов. Таргет инвайт. Крума. Не убивайте в ПК. Я, блядь, к вам вступлю. Вот такие парни там. То есть... И ничего им не светит. И никогда ничего не светило. И они сейчас фармят только потому, что нет эпик бижи. Как только будет эпик бижа, такие люди, как я, будут по 20 часов на Ант Квине сидеть. По 24. А сейчас ты не готов сидеть по 20 часов? Нет, а зачем? Примерно, я думаю... Салва, ребята, бейте. Ты знаешь, сколько примерно дропается с Ант Квина, если перевести в Адену? Дроп там большой, но... Пойми правильно, что по мне буст... Это даже не дроп, а буст это левел. И если ты сидишь на Ант Квине... Вот ты пришел за место, допустим, выиграл у АМов, да? И остался сидеть на Ант Квине, опять меситься, меситься, меситься. И не факт, что ты зафармишь. Ты сливаешь много процентов. Ты дезморалишь себя, если ты не фармишь. А ресурсов на данный момент, скорее всего, мы можем уже задавить просто на язычах на любом эпике. Но не всегда тактически это нужно. То есть легче отдать. Но потом бустить свой левел и просто уничтожить даунов. Чем отдавать свой левел ради, там, сколько-то адены на клан. Опять же, там не будет так дикого буста на клан, понимаешь? То есть порой прайм, проведенный в клане, или зафармленный эпик лучше. Ну, по адене. Так, я тебя здесь понял. И заслуга того, что у нас АМ и фармят всех эпиков, это чисто из-за того, что... Я не знаю, как будет сказать правильно. РОА плюс РС и дают им такую возможность. Так, да, говорю? И неправильно немножко ты сказал. Дело в том, что я еще раз говорю, в РОА такие паки и такие люди собранные, у которых нет ни работы, ни учебы. Их работа это Ла-2. То есть, если нужно сидеть 20 часов на Антквине, убиваться на ней и, ну, просто, яхз, за что-то драться, вот конкретно, мы просто пересидим банально. Пересидим пять раз, и они сфейлятся нахуй. Но это не нужно сейчас. Просто банально не нужно. Когда будут эпики, возможно, их вообще уже не будет, этих АМов. А если они будут, и будут сильные, их просто пересидят. Тупо пересидят. И это стопроцентная инфа. Ну, так я же примерно это сказал, то, что если бы РОА с РСами захотели, они бы забрали бы эти эпики. Ну да, я чуть-чуть не то. Не то подумал. Так, ну, ладно, кстати, в принципе, тоже понятно. Ну, насчет АМов, я думаю, многие АМовцы, наверное, бы не согласились. А по количеству, может быть, есть какая-нибудь информация, я немножко далек сейчас от этого. Какое количество сейчас у нас людей в РОА, и какое количество людей у нас в АМах. В АМ до сих пор много людей, в РАА до сих пор меньше. Но в РАА качество лучше, чем в АМах. И левел выше. Ну, просто многие говорят, что РАА сейчас вытаскивают чисто из-за двух паков, которые там очень высокого уровня. Остальные там бомжи 45-го уровня. Ну, грубо говоря, стата. Ну, остальные бомжи просто тоже дефят ДВ, в котором качаются эти топовые паки. Собственно. Вот, а не боишься ли ты, ты же, я так знаю, находишься у нас в РОА, правильно? Да. А не боишься ли ты то, что весь клан сейчас работает как раз на два этих пака, и все будет идти именно им. Даже когда там Эпик ведут, то первые Эпики, естественно, пойдут в топовые паки. Нет, не согласен с этим. И не боюсь, потому что... Ну... Какой смысл? В РОА мало паков. Там не дохуя паков. И почему бы, честно, не делить потом Эпик? Нет, это все фуфло. Все будет ок. То есть, кому надо, он заработает. И без того, что грабить клан там. Банально. Да и если такое произойдет, просто... Ну... Это может произойти один раз. Потом просто клана не будет. Я так думаю. Угу. У нас уже здесь пошли некоторые противоречия, некоторые возмущаются, говорят, что ты совсем здесь не прав, но... Так, ладно, Нигма, ты здесь, да? Да, я тут. Ну, есть что сказать по этому поводу? Я считаю, что будут буститься только один пак, максимум два. Потому что один пак, два пака в ареалях классики будет именно маг-пак. Он будет просто держать на оранже тот же замок, тот же Ант Квинт, того же Баюма. Нет смысла бустить весь клан. Есть смысл бустить одну маг-пачку. И все. Ну, просто... Ну, так же можно привести аналогию. Дать сейчас 10 миллионов одному человеку или разделить там между паком. Это уже совершенно разные вещи. Тоже так же у нас с паком и кланом. Нет, 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 ты не прав. На 10, сколько ты сказал, на 10 лямов одены можно купить что-то, ну, шмот пушки, да? А что значит бустить один пак, объясни мне? Я совсем понимаю. Эпики в один пак идут, только эпики идут в один пак. То есть 7 паков будут 10 раз ходить и отдавать эпики в один пак? Так и будет. Так и будет, да. Хорошо. Не, на самом деле, просто уже были такие ситуации, были такие случаи. На самом деле, если будет так, как было на Кадмусе, и вспоминая дележку в Руа... На Кадмусе играли терпилы. Тут играют пацаны, которые каждый из себя считает топовым игроком русских официальных серверов. И если с ними не посчитаются хоть раз, он просто скажет, иди нахуй, ёпта чмо. И выйдешь с Руа. Ну, если ты видишь такую ситуацию, то ты выходишь с Руа. Такого не будет, такой ситуации не будет. Ну ладно, посмотрим, что она будет. Надеюсь, что ты, как говоришь, так оно и будет всё по-честному. Не будет на связываться пару паков. И тут опять же такая ситуация насчёт союза РС и плюс Руа. Ну, естественно, наверное, многие понимают, что у нас союз такой не вечный. Рано или поздно, скорее всего, у нас основная война как раз и будет между этими кланами, между РС и Руа. И может возникнуть такая ситуация, как было на Кадмусе, то, что будет доминация одного сайда, одного клана, причём тотальная и без каких-либо там просветлений и возможностей вырваться в топы другому клана. Вот насчёт этой ситуации, тебя устраивает такая ситуация или ты хотел бы, чтобы было интересно играть и было бы больше PvP и противостояния? То есть я Олимпер, я Олимпер и вся моя игра направлена на то, чтобы заболотить сервер. А на каком сервере ты раньше играл, на каком Олимпе ты участвовал? В бухерах, скажи, Ров. Играция финала Олимп. А какой сервер? Я на сервер играл. Да, пулять разные фришки, ДФШ, там RPG. А на фришках значит, да? На Рове я не играл. Рове это очень слабая комьюнити. Я так думаю, через несколько минут мы проведём ещё голосовалку в чатике. Так, для интереса, есть ли будущего Гаспара, затащит ли он и станет ли топом. Да, я думаю, затащит. Ну, да, опять же, здесь мнения у всех разные. Просто интересно посмотреть, что люди думают спустя столько времени. Потому что если бы такой опрос провели бы два месяца назад, естественно, бы все бы сказали, что не затащит и уже на 30-м уровне сольётся. Вот, ну, тут интересно, как мнение людей поменялось. Некая популярность как-нибудь повлияла на тебя? Ты это ощущаешь? Возможно, тебе в ПМ часто пишут или ещё что-то? Ну, в ПМ пишут, там, не знаю, если 5 человек в день это считать часто, то довольно часто. Рандомные пацаны пишут либо мне, что я чмо, либо что я лучший. То есть тут два варианта. Какая-то тем большие... Больше тех, что я чмо. Ну, что, что чмо. То есть без аргументов? Ну, они приводят аргументы. Ты совсем не согласен или с чем-то? Согласен. Ну, Крым наш пишут. Так, ну, ладно. В общем, давайте, наверное, без обсуждения хохлов с хохлами. С хохлами, блин. Сейчас меня опять люди напишут. Эту тему уже обсудили. И, я думаю, каждый человек склонен принимать своё мнение по национальству. Ну, мне кажется, это не совсем правильно. Я тоже немножко пойду в разрез с мнением Гаспара. Потому что плохих людей хватает и везде. И хороших, в принципе, тоже. Вот, ну, ладно. Но скамят хохлы. Но скамят хохлы, да? Да, русские тоже скамят. Вспомните Мортика. Это же вообще был эпик скам. И ничего, они тоже не говорят, что все русские скамят. Ну, это же ради женщины можно простить человека. Откуда ты знаешь, кто у него мать там? Я понял, у него мать украинка. Так, да? Так и есть. Нет, я не националист. Вы чего? Спрашивали... Гаспара, ты на Остаривайсе играл, да? Нет. Это уж совсем пиздец. Играть на Астерию. Это слишком пиздец, да? Это вообще хуйня. Я играл на серверах, которые более-менее, ну... Сделал рассказания. Нет, хохлами ни один из этих серверов не сделан. Я играл на серверах, которые, ну... Даже не знаю, ПТС-сборка говорит тебе о чем-то, что это значит. Вот я на таких серверах играю, на яво хуйне я не играю. Спрашивали насчет Засасу и ее перехода с Роа в АЭМ. Они уже не рады, что они это сделали, я уверен в этом. Ну, это ты так считаешь. Ну, вообще-то, ты ей что-нибудь можешь сказать про эту ситуацию? Возможно, ты что-то знаешь больше, чем знают обычные игроки. Ну, что могу сказать. Чуваки хотели покачаться в Круме. Ливнули, пошли качаться в Круму. И всю эту неделю получилось так, что их ебанутый клан-лидер Аутсайд ввел их по КД в ДВ. То есть, они пытались отбивать всю неделю ДВ. Их там по КД хуесосили на минус 10. И постоянно умирали они, в общем. Под гангами Инстинкта и Камеди. В итоге, они нихуя своих целей не добились. Потеряли репутацию. Наверное, которой у них и не было. То есть, навсегда, как мне кажется. Поиграли в минус себе и... Ну, как сказать. И сейчас они профы, блять, доделывают. Так что забей. Если они обратно попросились бы, их взяли, как думаешь? Сложный вопрос. Может быть, их и взяли бы. Но, наверное, их не возьмут. Но, если бы их взяли, то это нужно было бы для чего-то. И к ним отношение было бы хуевое. Здесь человек процитировал сообщение от Засасу. Когда выходила на склана, она сказала, мы перестали развиваться и вышли из клана. Развитие в чем? Или ты не знаешь про этот конфликт? Почему у нас АЭМы перестали развиваться? Они не качались. Ой, не АЭМы, а РОА. Не качались в Круме. Им нужна Блакрума. Странное решение. И, Коля, мы обсуждаем эту тему с переходами из клана в клан. Ты вообще допускаешь такую возможность, чтобы ты по каким-то тебе, не знаю, может, выгодным причинам перешел с одного клана в другой клан? Вообще никогда. Это будет конкретный зашквар. Если я когда-нибудь ливну с РОА или меня кикнут, я забью на игру просто. Или буду соло играть. Если тебя кикают с РОА, ты выходишь, ну, полностью перестаешь играть. Просто забиваем, да. Я не ожидал такого ответа немножко даже. Да, ну, хорошо. Твою политику я тоже понял. Один и клан, и навсегда. А если ты будешь уже более серьезно играть, там год прошел, и там что-то случится, или... Нет, давай такой... Хотя такая ситуация тоже неправильная. С распадом клана. Я хотел вопрос задать. Вопрос хотел, можно? Да, давай. Что будешь делать, если твоего чара взломают? И разденут полностью? Зайду, попрошу у бати денег, и, блять, куплю ОДН. И снова... Буду играть. То есть для меня не проблема. Даже если моего чара забанят, я завтра куплю хавка, и мой пак будет гораздо сильнее. То есть... Где-то все забей. В общем... Главное, чтобы были люди. Тебя сейчас тяжело восстановить к твоему... Возвышению в топы. Вообще невозможно. В общем, ты будешь топом. Если только завтра я умру, что, скорее всего, тоже не может быть. Потому что... Я не выхожу на улицу. Ну... Хуй... Могут зайти и ебануть меня, блять. А ты в Крымграде живешь? По голове чем-то. Москва. А, в Москве живешь. Хак. С образованием? С образованием? Да. Ну да. Он учился на стоматолога, и после четвертого курса меня выгнали. А за непосечаемость из-за чего? Ну, можно сказать, что я просто сам забил. И все. Человек, который хватит, не мог ему выгнать. Ты разочарался в профессии или как? Просто не захотел. И в любой момент ты можешь продолжить, да, получить дипломчик, да, и пойти работать. Да, спокойно. Но это к ним придойдет. Ну, фиг знает. А, спрашивают твой адрес. Вместе пивков с тобой кто-то хочет попить. Я так понимаю. Я не пью пиво, братан. Вообще никак. Ну, вообще, как ты относишься к такой ситуации, чтобы там с кем-нибудь встретиться? Ну, даже не говорят про то, что там делают типа такого. Вот ты меня оскорбил, давай встретимся с тобой именно в нормальном ключе. Нет, нормально. Могу, конечно, вот оскорбил там, давай я приеду. Во-первых, такие люди не приедут. Это раз. Во-вторых, если они приедут, что они сделают? Вот мне непонятна эта ситуация. Он накинется. Ты гнида меня в интернете обзывал. Как это выглядеть будет? И ножом. И ножом, да? И на 8 лет потом. Так, напоминаю то, что у нас в гостях Гаспар. Будет еще в течение часа. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, задавайте их в чатике. Наверное, стоит упомянуть про спонсоров стрима. А, кстати, Гаспар, какой лучший магазин Адены? Как там? А, фаст трейдер, вот, картинка появилась. Фаст трейдер. Сориентировался. Некоторые говорят, что ты иногда туго соображаешь. На самом деле, нет. Это просто, наверное, манера речи такая. И тебя вообще как, оскорбляет, когда про тебя говорят, что ты тугой или что-то типа такого? Это лучше для того, что я играю орком. Так людям лучше видеть меня. Ну, в общем, ты... Мне кажется, он на усталости играет. Да, кстати, у тебя голос тоже всегда такой усталый. Ну, ладно, сейчас... 16 часов прайма. Да, я хотел так уж проискать, но я так не успел про спонсоров до конца. Я сплю 4 часа в день, ребят. Доставка цифровых товаров 24 часа в сутки в течение 5 минут по лучшим ценам. А также у нас еще появился один спонсор игр в Steam с лицензией zaka.com. Тоже цены гораздо лучше, чем в Steam. Ссылочки есть чуть ниже стримов. Если вы хотите поддержать стримера, то обязательно по ним перейдите и ознакомьтесь с ассортиментом магазинов. Оба магазина очень клевые. Все, теперь продолжаем к вопросикам. Вопросики можете задавать в чатике. Обязательно зададим Гаспару. Спрашивает, как относишься к девкам в КП. Ну, в ХЗ в основном попадаются... Хуйня забей. Ну, в смысле, по игре и вообще. Ну, я понимаю. То есть не устраивает. Так, а как ты относишься к евреям? Вот просто тут в чатике упомянули. Евреи... Ну, я думаю, что... У них вот такая открытая нация. Все понимают и знают, кто они. И, то есть, они хотя бы искренне в своих кидосах. Вот я что думаю про них. Они кидают искренне. Так, ладно. Много что у нас пошло. А в этом просе Гаспару, как он относится к алкоголю и сигаретам? Ну, я не курю и не пью вообще. Ну, типа, как относишься, я не спрашиваю. А, как относишься? Ну, считаю, просто людей... Вообще, если объективно сказать, то все в нашей жизни хуйня. То есть, все несерьезно, все в пустоту. И, возможно, я не прав, что те, кто курит и пьет долбоеба. Но, опять же, вот для здоровья, если чувак хочет пожить там подольше, зачем, непонятно. Может быть, это вредно. Как-то у нас философ. Может быть. Смысл жизни для себя какой-нибудь ты уже себе поставил? Мне просто интересно, для чего там... Ну, хотя нет, мы сейчас эту тему далеко, наверное, сейчас уйдем. Но в двух словах хотя бы там есть, нету, какие-нибудь, может быть, цели... Конечно, записать совместку с Russian Big Boss'ом. Вы слышали такого рэпера? Пеннис Доминатор? Да. Да, тогда мы слышали. Могу ли жизнь подарил когда-то? Или как там? Да, да, да. А, я, кстати, не в курсе, что это такие, но... А если... или это серьезно? То, что ты слышал, это она же. Ну, не знаю, на самом деле, какие цели. Ну, никаких, банально. Просто живу, блядь. И вот эти... Минимальные цели там... Запилить сайт. Чтобы появились люди на сайте. Запилить на сайт пью-то рекламу. Ну, такие пошаговые. То есть не смотрю далеко, прям пиздец, вперед. Сайт мучу вот свой. Ну... Купил у Defo сайт, его бывший. И вот делаю до конца. Ага. А почему у нас Defo продавал сайт, напомни мне? Ммм... Еще. Там будет какой-то свой бизнес, я прям понимаю, да? Ну, сайт, да. Своё комьюнити, если получится. Если не получится, то... Уйду в любимую тему футбола. И ставок. Угу. Каспарат, ты в танки не играл? Где? В танки. В танки. Чё это такое? А, блин, ну почему все такие, а? Ладно, не играл хорошо. Да, блин, я никого не могу найти, кто в танки играл. Ты за ней играл, по-моему. Ты не там ищешь просто, честно. Да, я не спорю. Я не играю. Так, ладно, я хочу еще немножко вернуться к сайту. У тебя он уже работает? Ооо... Нет, я бы не сказал так, но он уже, считай, мой. Ну, то есть, я владелец этого сайта, но нужно там картинки убрать, нарисовать новые. Всё такое. По мелочи осталось. По мелочи? Ну, по-моему, ты сейчас просто сайт ДФО купил и ничего не взял. Или есть уже работа, я вот про это и спрашиваю. Ну, пойми... Пойми, что чё там вот переделать? Убрать картинку, где он сидит гладом, и картинки рекламы всей хуйни. И поставить лицо орка, и всё, и запустить. Я считаю, что это так. Зачем? Окей, Лан, я понял. Вопрос. Говоришь, сайт своего комьюнити. Получается, как твой личный блог ты хочешь сделать? Да, скорее, да, чем? Нет. На самом деле, хорошая идея. Особенно с той популярностью, которую ты сейчас уже получаешь. Часто где тебя упоминают. Многие тебя... Ну, мне кажется, практически каждый, кто играет в Classic, тебя знает или где-нибудь слышал. Не знаю, там, в тёмном или светлом свете. Это не так важно. И просто тебе нужно вовремя это сделать. Если ты сейчас забьёшь на несколько месяцев, то может вылиться потом немножко в другую стезю. То, что не будет столько людей и интересов к твоей персоне. Осталось буквально неделя. Да, и мы его увидим. Хорошо. Да. Интересно, это прикольно. Домен ты уже, наверное, купил себе, там, gaspar.ru или как? Нет, я ничего не буду, на самом деле, покупать такого прямо gaspar.ru, хотя можно. Я куплю простой. А зачем? У меня мой домен куплен с моим ником, пятизначным, пятибуквенным, унис.ру. И, по-моему, это прикольно, иметь свой сайт своим именем. Вообще не считаю так. Считаю, что... Смотри, тебя знают все как gaspar, прогуглил gaspar, есть сайт там gaspar.ru, почему бы так не сделать? Типа найти легче, ты имеешь в виду. Найти легче, да и вообще дальше своими, как вариант, допустим, делать. А вот это возможно, ну, может получиться реально. Почему тебе не нравится сайт popovost.ru? Какой? Топовость. Топовость? Да. Допустим, я не говорю, что я его завтра же займу и куплю. Я имею в виду, что, возможно, и ник, и название сайта должно с чем-то ассоциироваться. А уж что он мой, люди поймут и найдут при моем желании. Не, ну просто твое имя, оно во многом уже как бренд становится. Многие не знают, кто такой Гаспар, но то, что у Гаспар есть такой орк, знают многие. Ну, я задумаюсь над этим. Да, ты задумайся. А, так, я много вопросов уже пропустил. Здесь многие спрашивают про футбол. Говорят, если ты ставишь ставки, то скорее всего у тебя есть какая-нибудь любимая команда футболя. У человека, который ставит ставки, нет любимой команды в футболе. Это обычная работа. То есть, да, у меня она не совсем профессиональная была, а иногда и фейловая. Но я старался и стремился к тому, чтобы хотя бы чуть-чуть профессионалом в этой связи стать. А, спрашивают, почему Гаспар вообще, откуда ник взялся? Фамилия Гаспаров. Оригинально. А давно такой ник уже себе взял? Ну, вот как начал играть, взял такой ник. Ну, а когда ты начал играть? Кстати, да, мы и не обсуждали твою историю. Давно ли? Да, как? Давно начал играть? Я начал на шоке, вот не когда, но на шоке Xtreme 2X100. Когда еще был C4, Interlude там вот. Это очень-очень давно. Может, 2006 год. Может, чуть позже. И уже тогда своим именем шел. Ну, тогда тем более задумайся, мне кажется, это было бы прикольно. Вот, если сейчас, конечно, все домины не перезанимают, там всякие топовости, Гаспары и тому подобное. Все можно будет купить, согласен же. И не так дорого, я думаю. Сейчас дешево, но если кто-то купит, то перекупить, возможно, будет дороже. Он подразумевает, что могли услышать твою идею и сейчас прямо пойти покупать. Забей, я придумаю другой домен и тот, кто сейчас владеет доменом gaspar.ru, он его продает и, то есть, он его еще не продал и всегда я смогу купить у него. То есть, если меня будет интересовать домен, то это, естественно, gaspar.ru и я его куплю у того, кто его продает. А продает он его 15 тысяч рублей вроде. Ну, никто не будет сейчас, да, бежать, перепокупать его за 15 штук, чтобы мне его продать потом за 50. То есть, забей, получается. Я сейчас, во всякий случай, проверю. Он занят, братан. Ну, сейчас я как раз посмотрю. Странно. Просто мне интересно, с какой целью его... Занимали? Занимали, да. Что там было? gaspar.moskva. Я не знаю, почему он мне выдал такие результаты. Это типа gaspar.ru занят. Купите себе домен gaspar.moskav.ru Также есть gaspar.moskva.rf В общем, как-то странно. Спрашивают, что будешь делать, если к тебе придут ночью хохлы и попросят тебя ночевать. По-моему, если русский сруй будет, то же самая реакция. Я не знаю такой образ в чате. Ну, хохлятские тёлки, если придут, то я согласен. gaspar24.ru, тебе сколько лет? 23. 23, здесь уже gaspar24.ru продают. На вырос, типа. Да, там кто-то промахнулся немножко. Но это здорово. gaspar24.ru молодёжная одежда. Спрашивают, есть ли постоянная возможность заработка на ставках стабильного? Видишь ли ты такую возможность? Да. Абсолютно. И стремился к этому. И она имеет место быть. Человек. Мне кажется то, что... Ну, я не значит... Нет, почему-то мне кажется, что это больше игра. И, блин, даже на покере, мне кажется, это более стабильный будет заработок. Хотя это тоже, по сути, игра, а не работа. Не знаю, может это я так считаю. Все-таки я знаю, есть профессиональные люди, которые играют в покер на этом деньги, зарабатывают. Скорее всего также есть люди, которые зарабатывают и на ставках. Но я почему-то к этому так серьезно не отношусь. Возможно просто потому, что я мало знаком с этой темой. Он кекс зарабатывает на покере. То есть ты считаешь, что ставки это говно, по факту? Я считаю то, что тяжело добиться в этой сфере старинного дохода. А что это, если я тебе скажу, что если ты ставишь 2 миллиона... Вот если у тебя железные яйца... И есть, поверь мне, есть такие события в мире с футболом, которые происходят 100%. И они произойдут 100%. Но нужно просто иметь железные яйца. Взять и поставить 2 миллиона на коэффициент 1.4. То есть даже 4-800 тысяч ты поднимешь. Просто за два часа. И это реальные вещи. А если ты про подставные какие-нибудь 100%? А в ином ситуации не может быть 100%, потому что... Вот слушай. Давай. Ну, ты видишь, ты просто в футболе не разбираешься. Спорить с тобой бессмысленно. Но один факт, который, я думаю, поймут многие. Там, я не знаю, чемпионат Германии, Бундеслига. Бавария у себя дома играет там с каким-нибудь говном. Коэффициент на победу Баварии 1.1. Это, ну, если ты ставишь миллион рублей, ты 100 тысяч поднимаешь. 100 тысяч поднимаешь. Такой способ именно, вот как я назвал, это не профессиональный. Но как раз-таки вот такой именно способ, это и есть профессиональный подход. То есть многие думают, что маленький коэффициент, такие, но много денег, типа это говно подход. Нужно много денег. Давай рассматривать ситуацию. То, что ты ставишь, как обычный человек, тысячу рублей на такие коэффициенты. И рано или поздно ты эту тысячу рублей на таком коэффициенте проиграешь. Ну, блин, есть куча примеров, когда проигрывает ставка в 1 и 1 коэффициент. Смотри, ставки до 50 тысяч – это баловство. Только на 50 тысячах, на 100 тысячах человек начинает думать, как играть, что делать. Чтобы чуть-чуть поняли, кто занимается этой фигнёй, я играл на лайве. Я играл больше 0.5. Больше 0.5 – это значит, что будет гол. Вот, допустим, идёт первый тайм, да? Идёт там 20-ая минута. Ты смотришь футбол, ты видишь, как играют команды, активность их. Ты сам кузнец своего счастья. Ты видишь, они бегают активно. Ты выбираешь момент, когда коэффициент подрастает. Там 1.6, 1.7, что будет гол в первом тайме. Ты берёшь и кидаешь туда 50 тысяч, допустим. Вот это вот то самое и есть. Расчёт и никакого мошенничества. Ты проигрывал уже большие суммы? Да, я много проиграл. Но это только… То есть тут свои косяки есть. Потому что ты устаёшь, там отставок они тебя затягивают. Ты на радости начинаешь хуйню творить. А тебе бы отдохнуть недельку-две и обратно начать играть. Собственно, такая же ситуация, как с точкой пух на линейдж. Вот ты сломал откуда? Ты хочешь купить новую и вернуть её к той заточке, которая была. И вот это нужно выключать. И вот эту вот ситуацию нужно выключать. И в ставках тоже. Если ты её сможешь выключать, ты профессионал. Да. Ну ладно, давай эту тему закрывать. Последний вопрос. По итогу ты на ставках заработал больше, чем проиграл? Я тебе так скажу, что как минимум, потому что мои родаки держат контору, я не проиграл. Ну, но единственный мой косяк, что я деньги сливал в другой конторе. И, конечно же, я проиграл больше. Но, опять же, моя семья конторами работает. Они не могут проиграть в этом бизнесе. Человека забаню сейчас, но задам его вопрос. Он так интересуется. Если АЭМы распадутся, будут ли их принимать в РОА? А зачем? Нет, конечно. Если распадутся, блин, 30 человек останутся бесприхозными. Нет, я не думаю. Просто они будут расходиться между ОРСами и РОАшниками. И будет уже война между ОРСами и РОА. По-любому у вас будут и топовые люди при распаде одного из топовых кланов, Кто бы кабы не говорил про АЭмов, что они бомжи, но пока что этот клан входит в топы. В любом случае, эти игроки нужны. Это топовый клан на сервере. Ну, я просто не хочу там рейджить. Некоторые люди сейчас говорят, какие они топы. Сейчас у вас гораздо... А что это такое? Мишер Хистори. Ай, непонятно. Ну ладно. Так, спроси, как называется контора. Многие пытаются узнать, как называется... У контора, которая владеет твои родители? Нет, чуваки, я это не буду раскрывать. Ну, блядь, поймите. Правильно. Правильно. Так, а теперь, чувак, читай внимательно. Луганск и Донецк... А, это они сами между собой, да? Да. Давайте в чатике без политики, без хохлосрача. Я, конечно, понимаю то, что Гаспар располагает таким срачом в чате, но давайте уж без них и без всякой политики мы даже с Гаспаром не начали обсуждать, как ему... Та ситуация, которая сейчас в России происходит, но, да, не будем ее обсуждать, чтобы не затянуло. А, если какие-нибудь есть адекватные вопросы в чате, задавайте. Может быть, есть какие-нибудь вопросы у нас в ТСе? Нет, я так понимаю. Корзинка? Нет. Предлагает ему брать Гаспар.ua, украинский домен. Гаспар.ua? Ну, да. Больше не вижу ничего, своих вопросов тоже пока вроде нет. Ну, кстати, хорошая идея такая, типа, ты так не любишь украинцев, у тебя еще такой... Забрал у них домен. Да. Покупай, сделаешь просто переадресации, но там стоит всего лишь 90 рублей. Да нет, окститесь. Да, естественно, запись с Гаспаром на ютубе будет, я думаю, у нас Гаспар тоже не будет против того, что я выложу эту запись. Спрашиваю твою ссылочку на твич, в чатике, я думаю, сейчас кто-нибудь оставит. Спрашиваю, какая цель на месяц, я так понимаю, все-таки меня спрашивают, но задам этот вопрос и Гаспару, цель на месяц для твоей пачки, для твоей консты, и какой приоритет буста. Я тебе так скажу, у каждого пака цель на месяц должна быть одна, не сфейлиться. На самом деле адекватно для классики, но может быть помимо этой цели что-то еще есть, какие-то планы. Помимо... Ну там может быть какой-то уровень взять. Помимо этого это брать кап, только кап. За месяц? То есть левел, 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 нет, не за месяц, но это одна цель. И ты можешь даже каждый день ставить для себя цель брать кап. Скажи, пожалуйста, у всех пачек в клане прайм-тайм более 15 часов или... Да. У всех, да? И еще такой вопрос. Есть ли такие пачки в клане, в которых помимо основных персонажей есть еще дополнительные саппорт-чары, которые помогают на качи и в пвп? То есть окна? Да, да. Окна тоже высокоуровневые. У инстинкта ШК с фулл татушками на кон в пп-сете просто божественный ШК, который вводит им парики. Круто. Ну, как пример просто. А почему ШК? Ну ладно, ты здесь, наверное, не знаешь ответ. Мне просто интересно, ШК же это один из самых тонких танков. Или я что-то не знаю в этой игре? Нет, нет, право. Нет, ты кое-что не знаешь. У ШК большой СТР и СТР лезать и повышать кон это просто топ. Не вижу логики. Я тоже. Логики нету. Окей. Так, инстинкт такой левел... Ну, наверное, 56-ой до сих пор, да? Или все же 57-ой взял уже? Наверное, он скоро будет 58-ой уже, братан. А, он уже 57-ой есть, да? Да. Блин, это реально очень и очень круто. ШК быстрее качается. Так, качает же, блин, какая разница, если его качают. У ШК сейчас это жало же есть. И что? Он уже не шалом качается, он уже не соло будет качаться. А, так, был какой-то вопрос. А, как он относится к РСМ? Как ты относишься к РСМ? 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 Да, блядь. Бомжи. Просто бомжи. Ничего больше и ничего меньше. И паки, которые перейдут в РОА в итоге. Вот что я думаю. А на КХ они там скидывались? На КХ это глупо было? Ты думаешь, они запекались в РОА? Абсолютно точно. А почему? Почему ты так думаешь? Ну, у них другого пути развития нет. Куда бы ты перешел своим незашкваренным паком? Если бы ты видел, что АМ фейлится, а РОА будут доминировать. Ну, наоборот, в РСМ чтобы была более интересная игра. Не-не, вот смотри. Клан Алмайти. Или ты имел в виду в Алмайти перешел бы? Нет, я про РСМ. Ну, вот смотри ситуацию. РСМ играют. У них незашкваренные паки. Ну. То есть они нормальные ребята. То есть можно так сказать. Они не пидорасы. То есть и вот есть АМ. Клан петухов, скамеров, хохлов. Просто всех конченных гнида, блять. Русского комьюнити линейджа. Автышиз. Сайлент и аутсайды. Все мрази просто обоссанные. И есть РОА. Клан ангелов. Богов. Просто. Богов, да. Русских рэперов. Эмси. Я не знаю. Просто великолепные ребята. На уровне. И вот ты, РС. Вот ты видишь, что твой клан лидер Телс конченая тварь. Конченый мудак. И ты думаешь, а что бы мне сделать-то, братишки? Вступить в РОА в клан просто святых людей. Или зачушканиться и пойти в АМ. Вот что бы ты сделал? Я в РС их остался. В РС их больше нету. Что ты сделал? А, если их... Ну почему их нету? Мы же сейчас обсуждаем то, что РС и есть. АМ распадаются, а РС и есть. Ну, не буду же переходить просто РС или РОА. А, я хотел спросить еще такой вопрос. Как тебе вообще клан лидер Озони? Как он вообще? Может про него что-нибудь такое интересное рассказать? Скажем так, с полей что-нибудь такое, как он руководит в том же самом ДВ или в Круме? Еще одну секунду. Так, говорит... А что он тут? Говорит, Гаспар попутал РС с Райзами. Так, ну ладно, сейчас у нас Гаспар вернется мы. Тут, тут. Но он ник назвал лидера, как бы он выразился по лидерам. А че такое мне вылетает? Че такое дело? Че такое дело? Что-что? А мне тоже вылетает. В Виспорт Хистер и че такое вылетает? Да, я про это говорил, у меня там Гаспар. И че ты Гаспар тыкает? Я не знаю, что он с Гаспар тыкает, но вылетает и тут такая фиговина во всех. Ну да, да. И там Гаспар показан. Так, я тут. Говорят, что ты перепутал РСов и Райзов. Может так? Или... Нет, и РС и Райзы это хорошие ребята, сильные. И... Ну... Короче говоря, топовые парни и отношусь к ним хорошо. Подожди, я этот вопрос задал. Ты только что сказал, что они бомжи. Нет, нет, я перепутал их со эмами. Ага. Все-все, я понял, то вы немножко... А Гаспар, а ты там просто... Хэштег топовый. Хэштег топовый, да. Автыш этот, который ты называл, Автыша какого-то, ты эстонец который? Автыш, я не знаю. Эстонец? Какой он эстонец? Он нахуй плет ссаный. И национальность ему такая. Ну да, он нехороший, да. Он нехороший. Ай, так... Хорошо. Хорошо. РСы плюс Руа. Начнете воевать с РСами? Отношение к РСам у тебя поменяется или до сих пор? Ну, дальше будешь продолжать читать? ХЗ, мы братишки. С РСами братишки. С этими, как их, с райзами братишки. Все братишки. Только АМов ненавижу, пидорасы. Ладно, понял. Так, вопрос к Гаспару. Если бы прямо сейчас у тебя появилась возможность престижной должности с достойной зарплатой, ты бы забил бы на L2 в пользу работы и будущего? 80 тысяч мне бы платили в месяц. Ну, не говорили про 80 тысяч. Платили бы, ну, будем считать, достойную зарплату, там 200 тысяч я платили бы в месяц. Нет, не забил бы, потому что это шанс собрать свое комьюнити. И заработать там больше, да? Нет, не в заработке тела. Ну, в общем, тебе больше... Да, я как раз про это хотел сказать. За идею. Ты готов за идею? Да, скорее всего, да. Ну, это класс, на самом деле. И все гениальные проекты в итоге рождаются из тех проектов, на которыми работали за идею. Ну, это и так же вспомнить про тот же Grindfm, который... Apple, вот, либо, допустим, если мой сайт будет норм, да, вот просто представь мой сайт норм. Я могу позвать на свой сайт, побазарить со мной с Инстинктом, с Азони, с любым топовым пацаном Абро, все практически топы. То есть сделать с ними интервью. То есть у меня море возможностей того, чего жаждут люди. Они жаждут информации, жаждут, ну, как бы любого трэша, любой темы. И то есть я вполне могу осуществить свои планы. Хотя бы потому, что я играю с такими топовыми людьми. Кстати, вопрос, мы его не обсуждали. Каким образом ты попал в РОА? ХЗ, Азони как-то смотрел мой стримы, он сказал, этот парень нужен мне. Ага, а до этого был ты в каком-то клане? Нет, я не был. Я сразу хотел в РОА с самого старта. И сразу туда попал. А какое мнение Гаспаро о дочи? Выполнит ли он свое обещание пойти в АМ, который... Не давал он никакой ту, но уже угорал, шутил. Он угорал, шутил, забей. Ну, это вторая часть вопроса. И первая часть вопроса, твое мнение о дочи. Ну, дочь у братишка, он колит свои стероиды, халивает свой протеин, ломает ебальники. Все нормально у дочи. Топовый парень. А как ты с дочей познакомился? Ну, как сказать, играли с ним на разных фришках тоже. Ну, заведомо. Плюс тут там нормально сообщались там. Он там меня риснул бешом, я его. Мы два терпилы, которых на минус 10 от мобов падаем. Ну, это так уже. Лирическое отступление. Так, ну ладно, времени у нас осталось на самом деле не так уж и много. Если у вас есть еще какие-то вопросы Гаспару, у вас есть время. Буквально там минут 25, наверное, еще позадаем вопросы. Интересуется насчет той ситуации, когда вы точили с дочей и ты потеряла свои шмотки. Ну, назовем это так. Это было подстановой или тебе действительно так не везет, что ты то и дело теряешь свои вещи? Нет, в натуре это не было подстановой. Ну, какая подстанова может, я не знаю, так развеселить и эмоции, по-моему, там настоящие от потери. То есть, если я не хочу говорить про хохлов, что они пидорасы, я не смогу про них это говорить. То есть, это то же самое. Я не знаю. Если я, какая-то вещь происходит, у меня эмоции. Если я эту вещь, наверное, каким-то образом делаю, да, специально, но эмоции вряд ли можно вызвать. Так, Гаспар, все знают, что главная СМИ из ГК на данный момент это ДФО. Как ты собираешься конкурировать с его топовым проектом? Ну, ладно, здесь, наверное... Ну, ладно, давай, я уж задал этот вопрос. Послушаем, что ты на это ответишь. Расскажи немножко свое мнение. Ну, во-первых, опять же, ну, не хочется громких слов там говорить, да? Все, вот вообще не хотелось бы прям это обсуждать, но раз уж задали. У меня совсем другое будет комьюнити. Только в начале оно будет Lineage. Дальше я уйду в другой проект. В проект футбола, ставок, спорта. Lineage, конечно, тоже останется надолго в моем сердце. Но я хочу более лайферский проект сделать. Возможно, я буду его только администрировать. Я ХЗУ, давать указания там. Принимать в нем минимум участия. Но он связан будет с более лайферскими вещами. И конкурировать с ДФО мне не придется. То есть, я так считаю. То есть, люди, которые читают ДФО, они, может быть, будут читать меня, но просто из-за других тем, которые тоже им будут интересны. Насчет конкуренции я тоже свое мнение хотел сказать. Нет особо такой конкуренции в блогах. Потому что никто вам не мешает читать один блог и второй. И даже, наверное, более скажем, многие читают по несколько блогов. И нельзя здесь сказать, что ему придется конкурировать и никак он не сможет. Уйти вперед даже по линейке. Не вижу здесь в этом проблемы. Даже в Твиче больше конкуренции. Смотреть, какой стрим одного человека или второго. Здесь хотя бы есть выбор читать какой блог. Можно и тот, и другой. Здесь вы не ограничены по времени вообще никак. Вот это насчет блогов. А пока, одну минуту. Да, хорошо. Так, про украинцев, наверное, говорить не будем. Так что не надо этих вопросов. Спрашивают, каких кэлов кроме своего он понимает. Понимаю то, что имеет в виду, может быть, какой кэл тебе еще близок по руководству. И в каком кэл бы ты смог бы еще пойти, кроме того, которого у тебя сейчас схватит. Да, Хазе, ну как можно вот об этом рассуждать? И я считаю, что вообще на серверах Линейдж 2, ну... Хазе, ну как я считаю? Я опять же сейчас могу сказать, а люди скажут, нет, еще там какой-то Васи. У нас в этом позоне очень сильные кэлы и... Ну, подожди, ну вот, ты был, наверное, в многих кланах. И часто ли ты встречал реально удающихся кэлов, которые реально знали, что они делают и как нужно управлять кланом? Да нет, скажем так, что вот это единственный сервер. Плюс, опять же, ну блин, я когда шел сюда, я там знал инстинкта туда-сюда. Но вот именно подход к игре у инстинкта я только увидел вот сейчас. Что у него за подход, как он играет. То есть, вообще, забей, если ты зайдешь к инстинкту и посидишь с ним две недели, ты просто скажешь, что лоу, ну, блядь, какие шансы у кого-то вообще? Шансов ноль. Угу. Понимаешь? То есть, если у Азони есть такой парень, как инстинкт, то тут вообще забей. То есть, Азони хорош как лидер, но, опять же, он нашел инстинкт тоже как-то. То есть, это тоже его результат, его работы как лоу. Ну да, без сомнений. Я, к сожалению, не слышал особо ни Азони, ни инстинкта. Слышал, как, как же его? Блин, ник забыл, с головы вылетел. А, Дилвиша, вот. И, как Дилвиш говорит, мне тоже очень нравится. Такой вопрос, как ты относишься к Дилвишу? Считаешь ли ты его хорошим Кээлом? У Дилвиш, как Кээл, наверное, неплох. Но у Дилвиша нет пака, и я считаю это минус. То есть, у Кээла должен быть пак, наверное, я так думаю. Просто многие говорили, что, наоборот, у Кээла и не должно быть пака, чтобы он успевал заниматься кланом, а не только заниматься своим паком. Нет, это бред. У Кээла должен быть пака, и он должен быть вообще один из ведущих. Мне так видится. Ну, хорошо. Давай тогда вернемся обратно к стримам. Много ли ты знаешь стримеров по линейке? В плане, вообще ли лично что ты переживаешь? Не понимаешь? Вообще, мы просто следили за этой сферой. Я просто общался уже с некоторыми стримерами, которые вообще не знают, кто там еще стримит. С тем же ДВП я общаюсь часто, и он там многих не знает. Изредка видит там самых топовых, но особо нет времени за кем-то наблюдать. Ты вообще смотрел ли чьи-нибудь стримы? Смотрел и стримы AMO, смотрел и стримы остальных. ДВП там ты. А, меня, значит, уже смотрел. Смотрел, смотрел. Вопрос к тебе. Вот у нас Prime, да, вот с Вайтом где-то часов четыре, максимум шесть. А вот у тебя Prime 16 часов. Как ты вообще выдерживаешь каждый день по 15 часов сидеть на одном месте? Что тебе помогает? Ну, скорее всего, это все зависит от воспитания. То есть, если я ставлю обязательства перед людьми, которых собрал, перед собой, то я их всегда стараюсь выполнять. Хотя бы стараюсь. Не говорю уже про то, что выполняю 100%. Стараюсь. То есть, вот и все. 90% людей этого не делают даже в реале. То есть, завтра я пойду бегать. Говорит себе пидор ночью. Встает и, блядь, идет в туалет умываться и опять ложится спать. Или идет на работу, бегать не идет, короче. То есть, вот в этом вся суть. Нужно хотя бы перед собой стараться быть честным. Ну, хотя бы стараться. Если ты скажешь, что будешь бегать по утрам, ты бегать будешь? Да. И здесь тоже задавали такой вопрос, когда ты последний раз выходил на улицу. Часто приходится выходить на улицу. Ну, вообще, я тебе так скажу. До Lineage 2 Classic я что сделал? Я отрезал шнур интернета, просто взял и отрезал его ножом. И выбросил. И выбросил компьютер. У меня был блок. Это три года назад. Я его просто взял и отнес вниз. В подъезд. Наушники хорошие. Мышку. Все. Клавиатуру. Все отнес вниз в подъезд. После этого я три года не играл. То есть, я пошел в качалку. Накачался. Поставил себе цели. То есть, я играл в реал. Работал. Работал там, опять же. То есть, и потом. Мне просто надоело все вот это. То есть, это не приносило мне ожидаемого. Я думал, что будет. Просто обуденность. И ничего в реале я не смог добиться такого, что допустим, вот даже сейчас, да, минимальная капля в море, но я уже чего-то добился. На таком маленьком комьюнити, как Ла-2. В реале я и этого не смог сделать. Что-то пределось сейчас, Валда. Как минимум, что мой ник знает там, боюсь даже сказать, 30% всех линейщиков. Знает мой ник, как думаешь? 30% всех линейщиков? Ну, тяжело ответить. Ну, русских не имеют. Да, я про жесткие говорю. Просто Даниэль Дефо, я думаю, ты спорить не будешь, потому что его знают побольше людей. Да. Но очень и очень... Его знают сто процентов. Нет, я очень много людей встречал, которые не знают о такой Даниэль Дефо и вообще... Даже вот у нас есть в пати человек, который не знает о такой Дефо. Даже далеко ходить за этим не нужно. Даже, наверное, не один человек. Вот не знаю. Внук, ты знал о такой Дефо раньше? Я слышал. Ну, просто имя. Но не в курсе был. Вот, и есть такие люди. И говорит, там прям 30%. Я вот... Потому что те люди, которые... Ну, я же так сказал. Боюсь сказать, что 30% может быть меньше. Да, нет, я просто тоже сейчас рассуждаю, а они говорят, что ты не прав. Потому что были ситуации и примеры, когда... Ну, вот активные, активные игроки, те, которые там на форумах, на Твиче сидят и... Их очень мало, это меньшинство. Я думаю, ты тоже это понимаешь. Когда там у нас на классике сейчас играет, сколько там аккаунтов было продано? Больше 60 тысяч, что ли, там аккаунтов было продано? Да. Вот и говорит то, что 20 тысяч человек знает ник, это... Нет, я почему-то не думаю. Нет, вряд ли 20 тысяч человек знает твой ник. Ну, знает хоть больше, чем вот человека, который там тоже ебашит 16 часов. Возьми любой пак. Да, естественно, тебя много людей знает, без сомнений. Ну, даже там 5% из тебя знает, это очень даже хороший показатель. Ну, это достижение, согласен, будет минимальное. В реале я и этого не смог добиться в глобальных планах. Да, но тут просто такой вопрос, благодаря ли тебе тебя люди знают, или как ты этого добился? Просто иногда важны не то, что неполученные цели, а как ты к этой цели шел. Нет, это исключительно благодаря тому, что вот я как человек такой. То есть никакие там, какой ни хуйни я никогда не покупал. Никакой реклаймы. Я хз. Если ты об этом. Ну, да, и не только. Ну, я тебя, в принципе, понял. И это просто не подумай, это не провокация никакая. Так, еще вопросики у нас какие-нибудь в чатике есть. Не так много нам осталось пообщаться с Гаспаром. Задаем все вопросы, можно сказать, не фильтруем даже. Думаю, неудобные вопросы мы готовы задать Гаспару. И Гаспар готов, наверное, на них отвечать. По крайней мере, человек, мне кажется, довольно открытым и готов ответить практически на любой вопрос. И это больше плюс человеку. Это небольшие комплименты в сторону Гаспары. Это так. Я не знаю, задавали или не задавали вопрос про возраст. Я просто не слышал, если честно. Задавали. 23. 23, да. Там просто сайта у Гаспар24 звонит, не знаю почему. Да, точно. У меня просто сонный уже, видимо. В чатике спрашивают. Говорят, если бы не это интервью, то Гаспар бы никто не знал. Да вы что? Вы чаще меня переоцениваете. То, что я могу значимость Гаспару придать. Скорее всего, даже наоборот. Так. Гаспар, босс, воин, Аллаха, король зеленки. А, ну это цитата с Элдваона. Как ты попал на Элдваон? Блин. Выбили пушку, дафо решил меня подъебать в ВКонтакте и запилил меня туда. И угорал. Потом с дочей они до сих пор угорают. Ну да, неплохо получилось. То есть, может быть это и пиар, но это еще и анти-пиар. Скорее всего. Нет, любой пиар это... Никак не анти-пиар. Да, ты так считаешь. Чёрный пиар, да. Да, всё равно пиар. Оно так и есть и... Ну, блин, это реально так. Ну, это не... Ну, нельзя с этим спорить. И насчет этого тоже очень сильно ты прославился. Потому что эту ссылочку на Элдваон скидывали в мой чатик, я не знаю, там сотни раз. Вот, типа, смотрите, какая прикольная фишка. Вот у нас Гаспар такой человек есть. И там многие спрашивают, что я такой, кто я такой. Но всё равно по ссылке переходят, и твой ник становится ещё более известным. И когда ты вдруг появляешься на каком-то стриме, они сразу подумают, а, это тот чувак, который был на Элдваоне? В общем, это плюс, на самом деле. И ты не думаешь, что это чёрный пиар, это плохо. Значит, спасибо, Defo. Так, когда пачка инстинкта докачается до момента, когда сможет фармить топ РМБ сервера Гас? Лол, они уже на изи фармят по 100 человек. Ну, они сейчас поговорили, когда тебя будут фармить. Ну, я, 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 ты понял, они шутят так. Ладно, так, исповедуют ли Гаспар религию? Нет, про религию мы говорить вообще ничего не будем, это точно. Так, на Шокворд играл X100 Extreme, я тебя помню. Даггер в ДК с Сепаром. Вряд ли, да, ты не играл за классы, кроме Дестера, или играл всё же? Нет, вообще никогда. Самый первый твой персонаж был Дестер, и ты Дестер остался на всю жизнь? Что нужно сделать, чтобы ты играл за другого персонажа? Дестер... Нет, подожди. Дестер, это в первую очередь цель гнуть Олимп. То есть, это не любовь к Дестеру. Бешеная любовь к Дестеру, это бред. Это цель фармить Олимп, получить Хира, и всегда это была одна и та же цель. Фармить Олимп, заливать клан, заливать пак. Фармить Олимп, заливать клан, заливать пак. Я играю на любом персонаже. Биш, СВС, БТ, любой персонаж. Я играю любым. И не считаю, если я играю с Биша и себя чмошником, или... И не люблю вообще играть за нагибаторские классы. Дело-то в другом, что... Стоп, подожди, подожди, подожди. Ты сейчас говоришь, тебе важен Олимп, я хочу гнуть Олимп и за это играю за Дестера. Но ты говоришь то, что ты не любишь играть за нагибаторские классы. Как это понять? Я вообще не люблю вот это все ПВП, замесы, мне это не нравится. То есть это цель, опять же, выигрывать замесы. Это цель для чего-то. В моей ситуации это заболотить серф и фармить Олимп. Собирать аудиторию на стриме Олимпом. Ну, что-то такое. Так, у нас небольшая ремарка, я вот тебя перебью. Поступила информация, что ДВП сейчас написал, что он будет играть Хавком. Вот, это так неожиданно надо сейчас проверить эту информацию. ДВП будет играть за ТХ? Нет, нет, нет. Топроцентная информация. Ты можешь зайти в группу и увидеть это. Сегодня днем от Гаспара слышал то, что он точно говорил. Нет, сейчас ДВП уже написал, уже это официальная информация. Да, что? Нет, ну про то, что ты говоришь, то что. У тебя пропадает, я не слышно. Ты слышал как-то сразу. Ты от этих кнопочек не дожимаешь? Да, у меня кнопка. Вот, и что там говорил? Ну, Гаспар, сегодня днем на стриме говорил, что ДВП будет ТХ. Сейчас говорит ДВП, он написал группу, да нет, ДВП, Хавком не будет. Так, ладно, я понял. Нет, я не понял. на стриме победил тихо что там опять намутил ехать обидел тихо да ну давай сказал но сейчас он будет играть за хавка объясню почему потому что был было взято в учет голосование в к и там по голосу по голосованию победил хавк и говорит то что выпускал то что ему важно мнение людей и он решил выбрать хавка блин и тут вообще очень странная ситуация и ну во первых давайте начинать обсуждать с того момента то что много денег докидывали за такая чтобы она победила чтобы он победил это доча закинул 20 тысяч дофо закинул 10 тысяч еще несколько было моментов таких потому что под конец было понятно что хавка выигрывает нужно делать так чтобы выигрывал тх и по-моему некоторые станут себя чувствовать обманутыми потому что плана доча лана дфо были люди которые там по 6 тысяч скидывали по пару тысяч рублей скидывали за тх под конец стрима чтобы именно выиграл тх это немножко странно вот это раз во вторых у нас открывается новая тема для обсуждений который мы уже говорили начале стрима сомнительный окат плюс сомнительный 5 миллионов с одного персонажа который я раздул шутил все там честно было типа чувак реально кинул ему окат и 5 как а то есть реально левый тип мы его реально не знаю но я думаю все равно будет очень много людей чувствовать себя обманутыми после того как сказали то что будет тх когда столько денег заливали на тх и получается у нас все равно выигрывает хавк в общем на самом деле просто не совсем как все красиво получается в любом случае был выиграл бы тх или хавк мы тоже говорили то что тх как-то выиграл тоже немножко странно и оттягивали время чтобы дать людям время успеть закинуть на тх и было вытягивание именно и агитации в пользу тх в общем с двух сторон получилось не так красиво как могло нам быть в общем странно ситуацию ладно последний вопрос по этой теме мы будем закрывать чтобы не собой не заводить срач смотрю там многие тоже у нас чатики не понимают гаспару как ты относишься относишься к тому то что двп будет играть хавком да и кем хочет тем пусть играет кем душа лежит кем сказали ему играть ну люди проголосовали то есть правильно делает но я лично я голосовал за тх голосовал смысле тоже закидывал нет конечно просто душой тогда поиграет в удовольствие для чего нему играть для донов не свою игру которые доны хотят увидеть для того потому что он сам анонсировал такие сборы в итоге вышло что типа решил то и взял многие так будут думать на самом деле ну блин нет имеет тоже немножко удивляет что взят был хавк именно но ладно его дело но по моему просто не очень красиво так добавила наблюдателей стрима так она перспектива также как инвестор у гаспара кстати насчет милишников много ли у нас топовых милишников там выше уровня чем ты я думаю что но фишер это не чисто милик у него два лука это я даже больше сказал бы что это арчер пак ну да ты прав наверно там три лука по моему и один нож да по хавка нож но вероятно но вероятно вообще я не знаю чё это зачем но цепаре геймпайм скорее всего просто может быть так ну что по вопрос кроме есть еще кто нибудь или нет 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 а вообще тяжело милипакам если бы ты поиграл бы в макпаке того повыше по уровню чем есть сейчас не думаю нет в макпаке может я был чуть-чуть повыше но и макпаке я не умею что делать не знаю так далее то есть не моё так ужасно задонатил больше чем дочь или дефон но и да есть есть такое все последний вопрос уже задаем и будем потихоньку прощаться с гаспаром он и так нам уделил достаточно не то что достаточно очень много времени вопрос уже тоже твоему классу good time как ты относишься к этому человеку даже не к человеку а к стилю его игры как дестеру топовый ли это дестер был для тебя или нет смотрел ли ты его мувики ну это сильный дестер первооткрыватель скажем так и я думаю он бы если начинал тут за дестра был бы конкурент но он почему-то не стал а ты хотел бы с ним пересечься или там пообщаться а я знаю его а ты даже знаешь то есть да он здесь тоже понятно так кто такой ужасный да нет вряд ли это олигарх 5 миллионов воды на и как бы не на самом деле это серьезно это без доната тяжело достичь такого соло человека ты не знаешь такой ужасный тот человек разданного наверно просто чувака много денег он взял задонатил вода и докупил и отдал то есть думаю вот так логически если подумать может быть общем то давно не рублями кидал ну вот скорее всего как тебе сказать то что у него было вот задоначено это весь эквип он его отдал завтра он закинет адены и купит себе тот же эквип который был скорее всего так времени не было может донатить идти или денег не было на карточке в данный момент просто отдал эквип а завтра пойдет задонатит себе на кошелек деньги и купит адену но я так думаю я думаю уже будем потихоньку заканчивать уже точно было очень приятно пообщаться я бывает слышишь да включи короче вот когда даст я уйду со стрима чисто специально для озоне клан лидера роа его любимый трек сейчас эти вскайп скину и подожди я наверно вы не смогу включить и по авторским причинам у меня же партнерка и на твиче и на ютубе не братан этот трек ты включишь изи хорошо я боюсь его включать кстати нет ну известно неизвестно главное он внесен в картотеку или нет ну что там за трек да какая блин картотека чувак привык уйдет еще в своем рэпе спаси в паре скину будет ну хорошо хорошо но специально для озоне для братишки бигашен босс хорошо и перед в таком музыкальной паузы тогда ты меня же сгмул да как мне вконтакте да найти она есть да да так 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 я так понимаю на связи не дослушает да он просто фанатеет это ты от этого птана так хорошо треки перед рекламной ой перед музыкальной паузой небольшая рекламная вставка fastrader.ru доставка цифровых товаров 24 часа в сутки в течение пяти минут но я про это уже много раз говорил кто хочет меня поддержать можете просто даже перейти по ссылкам которые указаны чуть ниже стрима также нас поддерживает магазин игр в стиме заказака.com цена гораздо дешевле стима все лицензия можете тоже перейти и ознакомиться с ассортиментом большое спасибо за поддержку большое спасибо за платные подписки стрим у нас еще будет продолжаться просто мы обращаемся с госпаром большое спасибо госпару давай пока удачи тоже не теряй пушки и включаем трек для озоне привет от госпара озоне временами я есть бог поэзии жизнь будь мой едва ли на сон походит стонет дева бренный фалос лаская великий бог меня так прозвали в народе а я смысл бытия нашел на дне стакана и жаловаться вроде грех но щемит в душе что потомкам своим кроме зла то оставлю останусь ли в сердцах как рисует на земле лишь одна отрада мне белоснежный корабль и вновь и вновь повторяю я великий небеса говорю вам спасибо за все музыка на русском может быть красивой только если ее делал величайший босс и вновь и вновь повторяю я великий небеса спасибо вам за все музыка на русском может быть красивой только если ее делал величайший босс не остынет мой пыл даже в пучине морской Всегда буду лихо с дамами совокупляться Необрести в этой жизни фалосу покой Извергнет он на очи белковую массу Я взираю слезы лишь на кротком лице Это радость и вкус невольно шепчет она Я внемлю русским МС и изрекаю смех У ваших дам трапеза, открывайте ваши уставы И вновь и вновь повторяю, я великий небеса Говорю вам спасибо за все Музыка на русском может быть красивой Только если ее делал величайший босс И вновь и вновь повторяю, я великий небеса Спасибо вам за все Музыка на русском может быть красивой Только если ее делал величайший босс Вино заморские, невиданные брички Я полюбил одеяния из редкого зверя Каждый день я получаю челопитные Это девы предлагают мне плоские утехи Как же слепит очи злата этот блеск мне Под покровом величия я укрыт надежно Рожденный небом, я бытую на земле Это божий дар, бархатный глаз босса Да, теперь ты знаешь Я поэт Но не ебаный Есенин Я босс Я с небес И вновь и вновь повторяю, я великий небеса Говорю вам спасибо за все Музыка на русском может быть красивой Только если ее делал величайший босс И вновь и вновь повторяю, я великий небеса Спасибо вам за все Музыка на русском может быть красивой Только если ее делал величайший босс Музыка на русском может быть красивой Ох Все Это специальный привет от Гаспаро для Озони Озони тоже нас слушает Любимая песня Озони Окей Еще раз скажу спасибо Гаспаро За то, что посетил наш стрим И дал, так скажем, небольшое интервью Мы особо не планировали брать интервью Но вышло оно именно в таком формате Как вам песня Хорошо Хорошо Нигма, Нигма, Нигма